Доброе утро! Между прочим, если очень хочется поесть вечером, это бывает, приходишь с работы, особенно если был день тяжелый, стресс, и, конечно, еда в этом смысле просто действительно спасает и выручает. Что нужно делать? Нужно есть белковую пищу вечером, и тогда с утра вам абсолютно правомерно захочется чего-нибудь вот такого вот углеводистого, например, картошки вот такой сладкой, какую-нибудь булочку, кашку. Так что, если вы не можете себе отказать, что вы не есть вечером, то ешьте что-нибудь из такой пищи, которая будет ночью отказываться в жиры на талии, а будет превращаться в энергию. Вы проснулись утром, полны сил, вперед и побежали. Порезали картошку кубиком, она у меня была уже почищена. Картошка запекается такая довольно быстрая, тем более, что вы видите, что я кубиками порезала, а кубиками не очень крупный порезала. Чеснок. Не волнуйтесь, чеснок после запекания не будет иметь никаких вредных ароматов. Так, сюда же соль. Немножко перца. И, конечно, обязательно оливковое масло. Оливковое масло с extra virgin olive oil ароматное, пахучее, пропитает нашу сладкую картошку. Так, эта картошка, кстати, называется батар, так что, если вы не понимаете, о чем я говорю, когда был сладкий картошек, это батар, но это будет вам знакомое, более знакомое название. Отправляем минут на 20 в духовку. Пока картошка запекается, займемся приготовлением теста. Итак, у меня готовое сладкое тесто. Будем делать галеты. Такие галеты можно взять с собой. Это для тех, которые все-таки продолжают себя обманывать и говорят, что утром они рано есть не могут. Между прочим, ученые доказали, что как раз в 7 утра и нужно запахивать, как раз и нужно пробуждать свой организм. Естественно, не просим 15 минут раньше, походите, выпейте водички, не пьете зарядку. Летели, отжались. Или вот приготовьте что-нибудь такое. Между прочим, таким образом мы зарабатываем себе завтрак. Развешиваем наш корж на вот такие прямоугольные пласты. Смажем их желтком. Все края, все уголочки после запекания были золотистые, хрустящие и очень аппетитные. Теперь сметана. Вот здесь выкладываем ее только по центру. Для того, чтобы у нас остались кортики и получился как бы такой открытый пирог. Своё оно часто поднимется и будут такие естественные края. Перекладываем наши галеты на противень. Оставляем между ними немножко пространство, чтобы он легче, чтобы не дышать в духовке. По ним чувствовали себя стесненными и хорошо выросли. Теперь я буду использовать сыр пешаминьон с нежной корочкой. И сделаю плесень таять во рту. Очень-очень вкусный. Нарезаю его шириной полсантиметра. Сыр из плесени моя слабость должна признаться. И картофель, который наверняка уже готов. Понимаем, если у вас нет сладкой картошки, вы можете использовать тыкву. Тоже будет очень хорошо. Если нет тыквы, вы можете использовать цукини. Раскладываем картофель на наши галеты. И теперь добавляем сюда кубочки сыра. Присыпем всю эту красоту тимьяном. Тимьян вообще хорош под всякими сырными такими сочетаниями. И еще сюда очень здорово добавить цепяные семечки. Видите, как я вам уже сказала, можно использовать тыкву. Нет цепяных семечек, добавьте обыкновенные семечки подсолнечника. И даже можно поменять их какими-нибудь орешками, если ни того, ни другого, ни другой не оказалось. Отправляем минут на 10-12 эту красоту. За 10-15 минут наши галеты будут готовы. Вот бывает утром первное настроение, и вы жалуетесь на погоду, на недосыпь, возьмите привычку завтракать. И вы увидите, как же и станет прекрасно. Ну вот и готовы наши галеты. Смотрите, какая это красота. А на завтра приготовьте кабачок, мяка, твердый сыр, яйца, мороко, муку. Остальное дойдем вас в холодильнике. Приятного вам дня!